Теремок ТВ Дорогой мой, это не отпуск. Просто папа едет в командировку и берет меня с собой. Но я тоже хочу. И я. Я хорошо учился в этой четверти. И я. Папа, перестань. Мы вернемся через три дня. А почему вы тогда взяли большой чемодан? Это разве большой? Боже. Мне кажется, что если я посмотрю назад, я увижу, как он бежит за нами. Никто не бежит. Им будет хорошо вдвоем. Папа, не кричи. У вас есть еда? Открой холодильник. Что это там стало-то? Иди, помоги. Иди, помоги. Тяжелый ты. Петя. У меня депрессия и проблемы с самооценкой. А у одиноких бабушек проблемы с самодоставкой. Баба-яга, что ли? Давай Вот волшебные пирожки А это инструкция Как ими пользоваться Поможешь мне, получишь инструкцию Да не надо, я вам так помогу Может, развеюсь Дочка её живёт в пригороде А через шкафы провести я могу только внутри города Собачку берём на руки Багаж оплачиваем Чё она в своей ступени летит? Пробовала, заблудилась Навигатор вам нужен Это недорого Что случилось-то? Утюг, утюг, забыла выключить Сгорит, сгорит Веди меня обратно Вниз Я вас буду ждать на станции Быстрее Пострадись У перехода Э, э, э Закрыто Твоец Занято Эй, это не мусорка Вылезьте из помойки, пожалуйста Это не помойка А высокотехнологический артефакт Видите? Выемки для пальцев Это не еда Петя А это еда Люди, вызовите в квартиру 90 скорую помощь Ветеран труда Отромился пирожками Стой Стой, Окая Андрея К речке К речке её гони Девушки отдыхают Все-таки меня не оставляет ощущение, что Петя где-то рядом Ты просто очень хороший отец Что? Что случилось? Это же Петя А-а-а-а А-а-а 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 А-а-а-а! Алло, скоро я? Ага. Я поел пирожков, и у меня выросли рога и щупальца. Не порошков, а пирожков. Если у вас болит голова, нажмите «один». Если болит что-то другое, нажмите «два». Алло, Петя, ты где? Ты как здесь оказался? Это был подарок для доченьки. Извините, пожалуйста, я случайно. Извожка чуть не сгорела, ступа в дрябешке сходила, дозвать угости. Поднять руки! Не шевелиться! Медленно идем к шкафу. Они сказали не шевелиться. Ребенок, старушка и собачка. Никто ничего не заподозрит. Бега, со мной! Изверги, это просто собачка! Бери волка! Наш, ты возьмешь? Волк, проснись, проснись! Ты должен нас отсюда вытащить! Субтитры сделал DimaTorzok. Из парламента! Я занята. Мама, мне ступа нужна была. Не в качестве дров, а чтобы в пробках не стоять, когда я в город на заседание езжу. Это я иного! У тебя ж мигалка есть! Нет у меня теперь мигалки. Батюшки! Не положено! Я тебе молодильные яблочки привяжу. Я и так хорошо выгляжу. Уфань, я впервые. Уфань, я впервые! Уфань! 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 А-а-а! Нем-м-м! Ой, не те взяла. А пирожки? Те! Давай быстрее инструкцию! Выключите свет, что такое? А чтобы всё обратно, съесть ватрушку. Я пожилой человек, у меня режим должен быть. Не хотите по моей бороде? Я пожалуюсь на вас в администрацию президента. Пожалуйста. Алло. Петя, это ты? Дома? Как налетели? Это он, чтоб не говорить. Клади, клади трубку. У нас всё хорошо. Но я же тоже это видела. У нас точно всё хорошо. Это меня не так сильно волнует. Важно, что у него всё хорошо. Волк! Волк! Ты меня слышишь? Ты куда пропал, Волк? Волк, ты здесь? Петя, ты меня звал? Нет, дедушка. А с кем ты разговариваешь? Я... я учу стихи. А-а-а, это нормально. Волк! 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 У тебя всё в порядке! Волк! Волк! Ты здесь! А ты знаешь, что такое ад? Место такое неприятное. Место! Из места можно убежать! А представь ад, из которого не сбежишь! Который всегда с тобой, куда бы ты ни пошёл! Например, желание поиграть в настольные игры. Ты ненавидишь настольные игры! А руки так и просятся в них поиграть! Или это музыка? Эй! Выпустите меня! И я всё исправлю! Нет! Ты сбежишь! Но я не смогу вам помочь, если буду сидеть в клетке! Как зовут мальчишку, который бегает с тобой иногда? Вы хотите позвать Петю? Без меня у вас не получится! В Петином мире всё нужно делать осторожно и вежливо! Здравствуйте! Здравствуйте! А Петя дома? Петя дома! А вот все ли у меня дома, я уже не уверен! Извините! Петя! Это вы меня не извините! Я от Волка! Вы обвиняете Волка, что он научил вашу среднюю голову читать! Но это же здорово! Вы Волку спасибо сказать должны! Спасибо! Эй, Змей Городыч! Выходи драться! Таких богатырей, как я, ты ещё не видавал! Недавно он прочитал самоучитель по игре на гитаре! И вот теперь смотри! Богатырь приехал! О! Будем сражаться музыкально! Кто лучше на гитаре сыграет, тот и победит! Браво! 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 Замок!' Эхэ! Да! Замок! Замок! М-да, понятно. И что вы хотите? Чтобы все было как раньше. Для начала пусть разучится читать. Ну, я не знаю, как это сделать. Могу посмотреть в интернете. В шкафу была говорящая голова динозавра. А еще я иногда вижу, как внук говорит с собачкой. А та ему отвечает. Здесь какую букву видите? Да при чем тут твои буквы? Вы пришли на прием к окулисту. Я окулист. Вы шарлатану и ничего не понимаете. Я сам себя вылечу. Не впервые. Сейчас, сейчас, сейчас. Дедушка, а что ты делаешь? Я хочу как психиатра просить себя как больного. Если окажется, что я психбойный, я же могу наброситься на себя во время опроса. И пострадать важно, как врач и как больной. Ведь я буду не только нападать, но и защищаться. Дедушка, а ты не знаешь, как можно разучиться читать? Того, кто хочет разучиться читать, нужно тоже лечить. А ты сможешь? А почему твой друг в шкафу? Во-первых, он мне не совсем друг. А во-вторых, это его не самая большая проблема. Что вас беспокоит, а? Ну, моим остальным двум головам не нравится, что я читаю книги. Как на меня это влияет? Две остальные головы? То есть, еще плюс одна, да? Итого три. Да, правильно. Да. И что же вы такое читаете? Тебя ведь просили помочь. Помочь, а не хуже сделать. Что вам не нравится? Смотрите, он ведет себя тихо. Он нас теперь игнорирует. Твой дед внушил ему, что он единственная голова, а мы ему только кажемся. Существует теория, что иногда мы создаем внутри себя монстров, чтобы сваливать на них все плохое, что мы делаем, и в чем стыдимся себе признаться. Надоело умещать. Ненавижу его! Ой, змей! Выходи биться! Это должны сделать не мы. Пожалуйста, не делайте этого! Почему? Он хороший! Хороший? В прошлый раз он меня обманул! Это не он! Это другие! Они прячутся за камнем! Журик! Что? Не нравится внутренние монстры? Мы же воображаемые! Ты из-за своих княжонок с нами даже не разговариваешь! А что мне оставалось делать? Вы игнорировали меня? Я стал игнорировать вас! Нас больше! Ты всего лишь одна треть! Может, в данном случае я лучшая треть? Ай! Хе-хе-хе! Ногу свело! Левую! И правую! Надо садиться! На брюхо! Везде острые камни! Мы убьемся! Нет! Эй, пацан! Найди на полках книгу аварийной посадки драконов! А-а-а-а-а! Ура! А-а-а-а! А-а-а-а! Держи! Ловите! Так, вот, присудороги ног в полете! Вытянуть шею, крылья и ноги в струну с максимальным напряжением! Держи! Отпустила! Ты спас всех нас! Да! Ты и твоя книжечка! А я говорил! Так, белая горячка, высокая температура! Дедуль, тебе все это не показалось! Я и вправду дружу с говорящим волком, которого ты принял за собаку! Он может перемещаться в пространстве через шкафы, сундуки или, например, дупло дерева! Также мой друг-волк путешествует сквозь параллельные миры, откуда к нам приходят фантастические существа! А я, в свою очередь, иногда посещаю другие миры! Только у меня просьба! Не говори об этом с мамой и папой! Раз, два, три! Раз, два, три! Да-да-да! Кто опять с ритмом сбивается? Да ладно, мы его и так сделали! Нет, не ладно! Или играем хорошо, или группа разбегается! Это я, наверное, с ритмом набортачил! У меня написано «в быстром темпе». Слишком быстро, да?